Глав Плеш Запоребрика в очередной раз выползла из бункера и начала вещать одному из телеканалов свое мнение об Украине, которой данное интервью было посвящено практически полностью. Путин затронул самые злободневные на его взгляд темы, но судя по кислой мини и общей риторике, он испытывает неподдельную тоску-печаль почти по всем озвученным вопросам. Давайте коротко пробежимся и сделаем анализ основных тезисов говорильни бункерного стерха. Первое, что нужно отметить, то что Путин по старинке отработал кремулевскую методичку с пометкой «Украина», но вышло, мягко говоря, не очень. Сначала товарищ коснулся привычной темы ущемления русскоязычных, в очередной раз излив мантру о том, что школы теперь в Украине все украинские, телеканалы тоже и даже сфера обслуживания. Так вот, озвучивая все это, Володимир не грозил и даже не возмущался, а просто констатировал факт. Похоже, Плеш смирилась с неизбежным. Украинский язык в ходу и в быту и на телевидении. Мантра о защите русского языка канула в лету. В Украине охотно говорят по-украински, и эту страницу из кремлевской методички можно смело повесить на гвоздик в кабинете раздумий вождя. Далее он зачем-то вспомнил, что наш Ленин муж и президент, которого Кремль проспонсировал на должность, еврей. Причем муссировал он эту тему довольно долго, сам не осознавая того, что своими руками повесил на гвоздик вторую страницу методички о разгуле неонацизма. Если президент еврей, то какой неонацизм процветает в Украине? Конечно, Путин не мог не упомянуть темы НАТО, а также красных линий. И вот в этом месте стало видно, если на России еще не смирились с членством Украины в альянсе, то как минимум очень к этому близки. Да, Путин, как и раньше, блеял про то, что в Украине якобы половина страны не хочет в НАТО, пробовал делать грозный вид, хмурить брови и, топнув по неходам, заявить, что для России вступление Украины в НАТО – последняя красная линия. После этого натовские ракеты из Харькова и Днепра будут долетать за 7 минут. Но это пустая говорильня. Потому что Путин впервые допустил, что Украина является членом альянса и озвучил предположение о наличии ракетных установок. Значит, в Кремле уже практически смирились с фактом, что Украина рано или поздно войдет в альянс. Более того, мало кто обратил внимание на символизм. Рассказав о ракетах, летящих на Москву из Украины, Пляшевый назвал не условный Киев или Львов, а Харьков и Днепр, которые в его воспаленном мозгу не так давно позиционировались как «исконно русские». Так Путин вырвал третью страницу о Новороссии и исконно русских городах. Тухнет Новороссия, прощай Юго-Восток, красные линии поблекли и сдвинулись ближе к Москве. В итоге попыток доставить нам проблем они не прекратят, но то, что в Кремле осознают разрыв с Украиной, резко бросается в глаза. Субтитры создавал DimaTorzok